МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он начал расширять дорогу. Владельцы пострадавших машин и очевидцы принялись объяснять бульдозеристу, что он не прав. Разговор был настолько продуктивным, что виновника ДТП увезла скорая помощь еще до приезда ГИБДД. Сейчас в отношении водителя тяжеловеса возбуждено административное дело по двум статьям. Нарушение правил дорожного движения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кстати, виновник аварии с заявлением о нанесении ему побоев в органы внутренних дел не обращался. Однако полицейские оценят, насколько правомерным было избиение. Другой барнаульский водитель предстанет перед судом за то, что в конце июня ночью насмерть сбил пешехода. Кстати, мужчина уже лишен прав на 40 лет за неоднократную езду в алкогольном опьянении. В Бийске и Рубцовске состоялись покороны пяти сотрудников СОБРа, погибших 28 августа в Дагестане. Напомним, Сергей Блынский, Иван Собин, Александр Шушаков, Виктор Шенкель и Сергей Кривенко были застрелены солдатом-контрактником, который по неустановленной пока причине открыл огонь по своим сослуживцам. 28-летний бийчанин Александр Шушаков был командиром Алтайского СОБРа. У него, как и у его подчиненных, есть множество заслуженных наград. На всех пятерых погибших насчитывается около 40 командировок на Северный Кавказ. У каждого осталась семья, дети, друзья и сослуживцы, для которых это неожиданная и огромная потеря. Как человек он был, хороший человек. Жалко, что мы потеряли. Как боец тоже. Пример для всех был. Жители Алтайского края просят помощи в поисках гражданина Казахстана. 27-летний Николай Петриков 18 мая около 15 часов ушел из дома в Шуманаехинском районе соседнего с нами государства. До сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 194 сантиметра, худой, черные короткие волосы, карие глаза. На правой руке есть шрам. Был одет в черную куртку и брюки, белую футболку, кроссовки, черные с белыми полосками. С информацией о молодом человеке просят обращаться в Казахстан по телефонам на экране или к родственникам в Барнауле. На званный ужин пришли незваные гости. В Новоалтайске сотрудники наркоконтроля ликвидировали дезаморфиновый притон. Правда, никто из его посетителей не признался правоохранителям, что зашел сюда подкрепиться. Какой целью здесь находитесь? В гости зашел. Идю к Екатерину Владимировну. Что здесь делаете? Зашел в гости. В гости зашел. У каждого из пяти гостей для правоохранителей оказалась своя причина пребывания в этом наркокафе. Но никто не связал ее с употреблением опасного дезаморфина. Хотя стол был сервирован шприцами и ломился от остатков угощения. Я из-за этих наркотиков загнал себя в гроб. Понимаете? Понимаю. Вы все себя в гроб загоняете с помощью наркотиков? Нет, не все. У меня спит уже. Я доживаю. Понимаете? Жить хочется. Опомнился, но уже поздно. Понимаете? Назад уже пленку не отмотажил. Хозяином наркозабегаловки оказался 30-летний парень. Он в однокомнатной квартире проживал вместе со своей матерью, которую просил удалиться, когда ждал к себе гостей. Женщина появилась, но пир в это время уже закончился. А вы кто? Я мать, которая тут проживает. Вы меня домой запустите. Но вам никто не препятствует. Оперативникам удалось установить. Дезаморфиновый притон в течение месяца работал круглосуточно. С жалобами на эту квартиру соседи неоднократно обращались в наркоконтроль. В 2012 году в городе Новоалтайске выявлено 15 наркопритонов. Несмотря на вступление в действие постановления правительства о запрете безрецептурной продажи КДН-содержащих препаратов, наркоманы по сей день приобретают лекарства и изготавливают один из самых страшных наркотиков – дезаморфин. Сейчас содержатель притона находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Правда, есть сомнения, что это удержит его или его друзей от угощения, которое неминуемо ведет к скоропостижной смерти. Факты, достойные программы, очевидные и невероятные. Сегодня мы покажем вам необычные явления, которые удалось снять в разных точках Алтайского края. Слышите, манерка стоит? Я не знаю, что это такое. Так быстро летит еще. В небе на Друбцовском пролетело НЛО. Причем неопознанный летающий объект не просто пробороздил голубую ввысь, а со спецэффектами. Стоит напомнить, несколько лет назад в этом же городе местные жители случайно сняли призраков. Кто-то это видео назвал «Ангел забирает душу умершего». Вы видели такое вообще когда-нибудь? Чашка сама ездит по столу. Мистическое действие происходит в одном из суши-баров Барнаула. Казалось бы, ничего необычного. Стол стоит под наклоном, и поэтому посуда перемещается. Однако не все так просто. Точно такая же другая чашка не проявляет легкоатлетических способностей. Ну и, конечно, не обойдем стороной дорожные приключения. В автомобиле, из которого идет съемка, установлен навигатор-предсказатель. Видно, что поток движения едет в обычном режиме. Однако в машине слышится. Через 200 метров опасность. Через 200 метров авария. Опа! Блин! Непонятно, почему КамАЗ на трассе поехал задом, а главное, как навигатор смог предугадать аварию. Пусть в вашей жизни будет больше удивительного и положительного. А если вам удалось снять какое-либо необычное явление или происшествие, присылайте свое видео на наш электронный адрес. nnvideo.sobakarambler.ru Увидимся через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова